Протеерей Николай Азолин Декан Свято-Сергиевского Богословского Института в Париже Иконописец, ученик Леонида Александровича Успенского и Андрея Николаевича Горобара Доктор богословия С 1986 года профессор иконоведения, пастырского богословия и гомилетики Свято-Сергиевского Богословского Института в Париже Отец Николай, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, насколько обязательными должны быть решения Всеправославного Собора? Вы знаете, этот вопрос как бы каверзный, потому что, как Вы, наверное, помните, Сегодня утром в своем небольшом сообщении о вступлении в нашу конференцию Я упомянул об отце Иоанне Майндорфе, моем близком друге И, несомненно, один из самых значительных православных богословов XX века Если не самый значительный Так вот, отец Иоанн всегда говорил о том, что, конечно, созываются соборы Для того, чтобы потом не только на словах принимали, но и исполняли решения этих соборов Естественно Однако мы знаем из истории церкви, что бывали и разбойничьи, так называемые сборища Которые сами себя приглашали вселенскими соборами Ну и на деле таковыми не оказались Ну, самый такой классический пример, иконоборческий собор 754 года и так далее Так что, конечно, если только вспомнить о том, сколько стоит и еще будет стоить сил и, как бы сказать, стараний Чтобы этот собор вообще собрался, чтобы он состоялся То было бы очень обидно, если бы он, как бы сказал Ну, оказался бы мнимым собором После стольких, как я говорю, усилий Но об этом сейчас даже невозможно судить, потому что пути Господни неисповедимы И если сегодня по-человечески, и отец Иоанн очень на этом всегда настаивал Что были такие соборы, которые по чисто человеческой логике, что ли Не имели никаких шансов когда-то быть признанными Однако они были признаны церковью А были такие, которые имели все шансы И в смысле численности участников И в смысле престижности каких-то отдельных герархов и так далее Которые не были признаны вселенскими соборами Так что, как отец Иоанн, я его сегодня утром цитирую Он говорил, что собор церкви, а уж тем паче вселенский собор православной церкви Это духовный риск Но риск благородный Риск, на который нужно идти с упованием из веры в Бога И тогда, если Бог даст, состоится то, что можно смело назвать чудом Чудо соглашений грешных человеческих волей Ошибочных Все, что хотите И все это с помощью свыше может стать Может стать, но это не автоматично Может стать выражением самой православной истины Может, как отец Иоанн написал в этом отрывке, который я цитировал Может стать голосом самого Господа Так что, вот я, наверное, не ответил на ваш вопрос Но все, что я могу по этому поводу сказать Да, как вы думаете, не могут ли возникнуть проблемы При непосредственной реализации, воплощении в жизнь решения В той или иной поместной церкви Или же трения между разными поместными церквами? Группами разных церквей Да Конечно, может Конечно, может И иногда даже кажется, что это почти неизбежно Но вот я только что говорил, что настоящий собор А тем паче вселенский собор Это своего рода чудо Это просто чудо Почему? Потому что превозмогается человеческая слабость Человеческие недостатки Ограниченность И то, что казалось никому не доступным Или неосуществимым Вдруг осуществляется И, конечно, осуществляется именно силой свыше Это не мистика Это наш церковный реализм И когда мы говорим о том Что всегдашная формула каждого собора Начиная с апостольского собора в Иерусалиме Что изволится Духу Святому и нам То все-таки все, что могло изволиться нам Должно было прежде изволиться и Духу Святому Правда? И потому и им должно быть посла Нам, людям Так что это как единственное Как это сказать? Как единство церкви Которое не рукотворное единство И не человеческими усилиями достигнутое единство А благодатное единство И вообще Мало представить Ну, вот в наших таинствах, конечно Но можно сказать, что Я бы сказал, если это не слишком смело Что удачный собор Удачный, успешный Успешный Который принят церковью Это тоже своего рода таинство Которое осуществилось Понимаете? Потому что всякое таинство Это вопрос энергии То есть Взаимодействие Содействие Вот Человеческих немощных сил С волей Божьей Так что Насчет Подробных таких вопросов Которых уйма Конечно Можно сказать Ой, это помешает Да и это еще не выяснено И не договорено Ну и что? Посмотрим Я думаю, что надо идти на собор Если будет в какое-нибудь там Не слишком далекое время Состоит Приглашение на этот собор Призыв Получим Что надо идти туда Ну как можно? Только с молитвой Простите, я не мистик Но я думаю, что для всякого Православного христианина Совершенно ясно Если что-что Когда надо молить Так это во время собора Как При любом Тайнодействии Потому что Как я только что сказал Собор Это тоже тайнодействие И тогда Есть надежда А ежели Этого нет Так и заранее Никакой надежды быть не может Мне так кажется Продолжение следует...